МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Главная тема. Рабочий день председателя правительства России Дмитрий Медведев сегодня прошел в Чувашии. Программа визита была насыщенная в столице республики. Он провел совещание по ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости. А во время рабочей встречи Дмитрий Медведев и глава Чувашии Михаил Гнатьев обсудили, как реализуются в республике социальные программы. На совещание с председателем правительства страны в Чувашию приехали главы регионов и федеральный министр. С ними Дмитрий Медведев обсудил меры по содействию занятости населения. Во время рабочей встречи с главой Чувашии речь шла о других не менее важных задачах. Помимо работы, есть еще бытовые условия, социальные условия жизни. Это жилье, детские дошкольные учреждения, школьные учреждения. У нас есть три важных программы. Они посвящены детскому, аварийному жилью, детским дошкольным учреждениям. То есть детским садикам эта программа закончилась в прошлом году. Ну, в основном. И теперь большая, новая, сложная программа по реконструкции, создание новых школ. Как со всеми этими параметрами обстоят дела в республике? Касаясь аварийного жилья по выполнению всех тех обязательств, которые мы взяли по договоренности с федеральным контролем, мы третий этап программы выполняем. По факту переселили 6500 человек. По-другому говоря, более 50% нуждающихся с аварийного жилья переехали неаварийный жилой фон. Касаясь многодетных семей, у нас еще оригинальная программа. То есть в семье, где 5 и более детей, мы предоставляем безвозмездные субсидии, как в городской местности, так и в сельской местности. Очередность определенная есть, но многодетные семьи в течение 5 лет получают на безвозмездной основе соответствующую квартиру. Это региональная программа? За время действия программы «Детские сады детям» в регионе построили 45 новых детских дошкольных учреждений. В 60% муниципалитетов местами в садиках полностью обеспечены дети с 2 лет. Теперь предстоит построить 11 новых школ и более 20 реконструировать. Михаил Игнатьев отметил, что республика участвует в федеральной программе и уже подобрала 4 типовых проекта, по которым будут строиться здания учебных заведений. Мы в этом году эту программу начали. Уже сейчас раскассируется 25 миллионов рублей. Там, соответственно, есть и квоты республики. Россия – это в первую очередь социальное государство и на сокращение своих обязательств не пойдет. Об этом премьер-министр говорил на последнем съезде «Единой России». Сегодня разговор идет уже о конкретных цифрах. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Ситуацию на рынке труда премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня обсудил на расширенном совещании. В нем приняли участие руководители федеральных министерств и регионов, а также представители крупнейших предприятий. Ситуация на рынке труда в российском правительстве находится на постоянном контроле. Премьер-министр отметил, что региональные власти обязаны оказывать поддержку каждому, кто уже потерял работу. В прошлом году количество предприятий, сокративших свой персонал, выросло в два раза. В марте 2015 безработица по стране достигла пиков 4,5 миллиона человек. Но в декабрю этот уровень все же начал снижаться. Нам удалось избежать массовых увольнений. В целом, если сравнивать ситуацию прошлого года с кризисными периодами 8-9 годов, она, конечно, была в прошлом году заметно лучше. Это во многом связано с теми мерами, которые мы принимали, ну и, конечно, связано со спецификой того спада, который мы переживаем. Дмитрий Медведев отметил, что российским субъектам на содействие занятости было выделено более 3 миллиардов рублей. В этом году из федерального бюджета на эти цели планируют направить аналогичную сумму. Еще 7 миллиардов заложены в казне в качестве резерва. Эти средства пойдут на опережающее обучение специалистов и организацию временных работ. На совещании председатель правительства России отметил эффективную работу Чебоксарского центра занятости. Нам нужно активизировать работу таких структур по всей стране. Они позволяют оперативно помогать людям с трудоустройством. Там действительно современные поисковые системы стоят, база данных существует. Есть, естественно, возможность зарегистрироваться в качестве безработного и впоследствии проходить необходимые процедуры. Но самое главное, что все-таки это такой офис, который занимается рынком труда на профессиональной основе и куда может зайти любой наш гражданин. Есть и мобильные офисы, мы их тоже посмотрели. Так, в общем, вполне удобно, когда такой небольшой автомобильчик вместе с операторами, вместе с информационной системой может приехать в самый дальний край или в дальний район и провести прием людей, которые ищут работу. Работа по снижению напряженности на рынке труда должна вестись постоянно. Большую роль в этом отводят регионам. Министр труда и социальной защиты России Максим Топелин отметил, что Чувашская республика реализует все задачи, поставленные федеральным правительством. Полностью была реализована эта программа. У нас были регионы проблемные, которые не смогли реализовать, не смогли справиться с реализацией этой программы. Чувашия достаточно оперативно и эффективно реализовала дополнительные мероприятия и по переобучению в том числе. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика. Как в Чувашии выстраивается работа по снижению напряженности на рынке труда? Премьер-министру Дмитрию Медведеву показали на примере самого крупного в республике центра занятости населения Чебоксарского. В марте 2015 года Федеральная служба по труду и занятости и правительство Чувашии договорились о взаимодействии по развитию информационной наполнеемости портала «Работа в России». Сегодня на портале размещено 3760 вакансий на 12 с лишним тысяч рабочих мест по Чувашской республике. Все сведения доступны как работодателям, так и соискателям. Если вы всерьез задумываетесь о переезде в другой регион, можно узнать и иную полезную информацию. Можно еще посмотреть и наличие детских садиков, наличие жилов, аренды жилья. Сегодня центр занятости населения Чебоксар предлагает около 5,5 тысяч вакансий. На учете состоят около 3 тысяч человек. Если у соискателя есть горячее желание трудиться, но недостаточно необходимых навыков, пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию можно в центре занятости. Это направление очень востребовано и неудивительно. В прошлом году практически все 2800 человек, прошедших обучение, были трудоустроены. Премьер-министр посмотрел, как проходит занятие у будущих работников электроаппаратного завода и ответил на их вопросы. Речь шла об увеличении социальных выплат, в частности, по безработице. Мы нашли средства, чтобы частично проиндексировать. Конечно, будут возможности. Мы определились, как договорились с Государственной Думой. Через полгода посмотрим, как обстоят дела. Примем решение. В любом случае, будем стараться помнить о социальных обязательствах. Мы ничего не отменяли из социальных обязательств. Будем стараться все их исполнять. Дмитрий Медведев отметил и эффективность мобильных офисов службы занятости. Они работают в 12 районных и городских центрах. Только в прошлом году их услугами воспользовались около 3000 человек из числа маломобильных. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Один из инструментов решения кадровой проблемы – это профессиональная переподготовка. В этом направлении активно работает Чебоксарский электромеханический колледж. Дмитрий Медведев посмотрел, в каких условиях сегодня проходит обучение студенты. В 2015 году в СУЗе прошло обучение по программе переподготовки более 80 человек. В их числе работники заводов «Текстильмаш», «Электроприбор», чьи производства работают нестабильно, и безработные граждане. Кроме того, здесь уже 6 лет действуют службы содействия трудоустройства выпускников. Более 90% учащихся находят работу по специальности. Работал я до этого 4 месяца над системным администратором. Получал, конечно, не так много, но хотелось, конечно же, большего. Поэтому я выбрал смежную профессию. Как вы можете видеть, здесь за моей спиной находится управляющая стойка. Она точно так же программируется, как я программировал, когда работал с системным администратором. Поэтому для меня это не так уж и сложно, и переобучиться всего за 3 месяца тоже было несложно. По окончании обучения я уже смогу работать на любом предприятии и на любом станке. Возможности по переподготовке и повышению рабочей квалификации у колледжа большие. Он сотрудничает с ведущими предприятиями электротехнического кластера республики, что позволило сформировать современную материальную базу. Мехатроника является неотъемлемой частью почти всех специальностей. И автобеханик, и оператор. Эта профессия будущего, она активно развивается очень и активно применяется. Интерес у Дмитрия Медведева вызвал учебный центр по подготовке сварщиков международного уровня. Профессионалы в этом деле очень востребованы. Это же дефицитная профессия. Хороших сварщиков, да. Тех, которые у меня есть подробнее. Таких, которые просто так, их мало. Поэтому вот это вот движение, значит, оно, знаете, оно очень здорово нас мотивирует. И то, что, и хорошо, что вот, а сейчас, тем более, что у нас министерство образования же появился конкурс. И наш колледж, Чувашская республика этот конкурс выиграла. И наш колледж теперь будет создан один из этих центров. Межрегиональных центров компетенции. Всего шесть будет создать по всей стране. Это автоматизация, радиотехника и электроника. Это те шаги, которые делает республика в решении вопросов занятости и подготовки квалифицированных кадров. На базе колледжа создадут тренировочный полигон для подготовки национальной сборной и команд к участию в чемпионате WorldSkills Russia. И учебные центры для экспериментальных образовательных программ по перечню профессий ТОП-50. В совещании по вопросам занятости участвовала и вице-премьер правительства России Ольга Голодец. До его начала она побывала в столичном детском саду номер 201 и гимназии номер 5. Детцент работает уже два года. Он был построен в рамках проекта «Единая Россия». Экскурсоводами для вице-премьера стали сами воспитанники. Мы рады видеть вас в городе Чебоксары. Действительно город, в котором хочется жить. В садике 13 групп педагоги стараются использовать самые интересные образовательные методики. В качестве пилотных здесь реализуются несколько программ, участниками которых стали многие молодые семьи. Например, проект «Учимся плавать с пеленок». Изучение английского языка, адаптация детей с ограниченными возможностями, пропаганда здорового образа жизни – все в соответствии с распорядком дня. «У меня хороший садик. Мне больше всего нравится рисовать в садике. Мы ходим в бассейн, на занятия, еще мы ходим на умелые ручки». По особой системе здесь занимаются профилактикой простудных заболеваний. «Когда была инфекция гриппа, многие родители, даже школьные дети, взрослые, в дополнительное время уже от малышей привозили ребят, потому что действительно помогают для укрепления иммунитета». Здесь же в фойе детского сада вице-премьеру российского правительства показали проект школы, которую запланировали построить в столице республики на улице Гладково. «Спроектировали школу. Школу на 1100 мест. Площадь, наверное, участка 2,7 гектара». «Вы с ней начали программу?» «Да, да. И вы в этом году ее построите?» «В общем, мы надеялись ее построить в этом году. Объявили конкурс в декабре, но поступили жалобы у ФАС. Нам продлили. Сейчас эвакуцион состоится 14 марта. Шансов мало, но есть. Хотим, хотим. «Ну так, конечно, программа принята, в типовые проекты вошли». «25 тысяч квадратных состоит из четырех блоков. Вот блок начальных классов, административное здание, старшеклассники, отдельно спорткомплекс, два спортивных зала, бассейн». «Аванс вы получаете сразу, а остальные деньги после воды? Ну так же, как и с садиками было». «Аванс сколько это?» «30 процентов». Новое учебное заведение должно стать одним из лучших не только в столице, но и во всей республике. Ольга Голодец побывала в гимназии номер 5. Уже не первый год она в числе 500 лучших школ России. Елизавета Ярко рассказала о своих предпочтениях в образовании. «Методы изучаете как базовые, а какие как продвинутые?» «Вот я лично, у меня профильная математика, профильное общество знания, профильный английский. А на базе литература, история, естество знания. Также у меня есть такой предмет, вот видите, есть политическая и экономическая география. Это курс по выбору, который помогает расширить кругозор, может быть, определить сферу интересов. Также есть предметы, как стратегический менеджмент, анатолийское искусство и экологическая химия. Интегрированные курсы, которые позволяют узнать что-то большее о мире». Еще одна точка в маршруте – школьная столовая, где действуют карты без наличного расчета за питание. Такая система дает родителям уверенность, что их дети действительно кушают в школе. В медиа-центре гимназисты продемонстрировали, чему научились на дополнительных занятиях. С 2016 года школа стала опорной площадкой по сдаче нормативов ГТО. Готовность республики реализовать социальные программы, отметила Ольга Голодец, дала весьма ощутимые результаты. «Отмечали по итогам 2015 года, и то, что в регионе снизила смертность, это очень важный показатель работы системы здравоохранения. Например, показатели по младенческой смертности в Чувашии находятся на уровне абсолютно лучших мировых показателей. И это огромное достижение. Мы всегда поддерживаем тех, кто может и хочет реализовать свои программы. Поэтому, когда Чувашия обозначила, что они готовы работать по программе развития школьного образования, мы тоже с удовольствием их поддержали. Я надеюсь, что этот проект, он стартует в этом году, наберет обороты. В течение 10 лет мы действительно реализуем большой, мощный проект, который станет ощутимым для каждого жителя региона». Депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова намерена участвовать в парламентских выборах 2016. В местном отделении «Единая Россия» зарегистрировали ее заявление на участие в предварительном партийном голосовании. Праймерис. Алена Аршинова получила парламентский мандат от Константина Косачева, перешедшего на государственную службу. Четыре года она работала для Чувашии и готова продолжать начатое дело. «Я постаралась сделать все, что я могла, набралась опыта, и у меня в республике появились друзья. Я бы хотела продолжить работать для жителей Чувашской республики и работать в той команде, которая сегодня представлена, потому что, на мой взгляд, команда сложилась эффективная, и мы стараемся друг друга дополнить». Предварительное партийное голосование региональное отделение «Единой России» проводит второй год подряд. «Ни один из кандидатов не сможет участвовать в выборах, не пройдя праймерис». Партийное голосование – испытание серьезное. Одно дело соперничать с политическими оппонентами, как это бывает на выборах, и совсем другое – с соратниками по партии. «Это та ситуация, это та компания, где реально можно понять, кто ты, что ты, и что за твоей реально спиной, какова поддержка нашего избирателя. То есть момент очень ответственный. Я думаю, что не каждый, конечно, готов сегодня пойти на этот шаг. Но, как я уже сказал, ждем своих коллег и всех тех, кто неравнодушен к нашей республике, к народу, который проживает в Чувашии». Предварительное партийное голосование намечено на 22 мая. Заявление на участие в праймерис Оргкомитет принимает по 10 апреля. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В России стартовал конкурс «Мисс Молодежь». Тысячи девушек уже зарегистрировались для участия. Особенность конкурса в том, что жири оценивает не физическую красоту барышень, а духовную. Получить звание «Мисс Молодежь» может каждая девушка в возрасте от 18 до 28 лет. Непременные условия, активная гражданская позиция, участие и организация социальных акций по различным направлениям. В Чувашии пять претенденток уже активно борются за звание «Лучший в регионе», чтобы представлять республику на всероссийском этапе. Присоединиться к ним еще не поздно. Заявки принимаются до 30 апреля. Определить финалисток интернет-голосование. А 15 мая станет известна обладательница «Короны» «Мисс Молодежь России». В преддверии 8 марта на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Через столицу Чувашии РЖД запускает два дополнительных поезда «Москва-Чебоксары» и обратно. Пиковые даты выезда пассажиров в регионы ожидаются 4 марта, в обратном направлении – 8 марта. Поэтому из Москвы в Чебоксары дополнительный рейс отправится 4 марта в 22.08. Обратный поезд «Чебоксары-Москва» выезжает 8 марта в 22.45. В случае роста пассажиропотока администрация РЖД либо увеличит количество дополнительных рейсов, либо прикрепит новые вагоны в уже назначенные составы. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин